Украинского магната обвинили в хищении 85 млрд. рублей следствия и суд силовые структуры. 13.59.27 декабря 2018 года украинского магната обвинили в хищении 85 млрд. рублей. Олег Мкурчан Фота, Валерий Белокрыл, коммерсант арестованному в Москве гендиректору компании Индустриальный союз Донбасса, ИИСТ, Олегу Мкурчану предъявили обвинение в хищении 85 млрд. рублей. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает коммерсант. Как пишет газета, Басманы районный суд продлил Мкурчану арест до 12 месяцев. В ходе заседания стало известно, что расследование уголовного дела завершено, и Следственный комитет ужесточил предъявленное обвинение. Сообщив новые подробности по делу, ранее Мкурчану инкриминировали хищение 1 млрд. рублей. По данным следствия, вина фигуранта дела подтверждается оперативными материалами и показаниями свидетелей. Заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Первоначально следствие установило, что гендиректор крупнейшей промышленной компании Украины привлек несколько кредитов в Нишекономбанка для того, чтобы развивать предприятия, входящие в Союз. Но часть денег вывел на подконтрольный ему офшор, после чего потратил наличные проекты. При этом, по версии СКР, он несколько лет платил проценты по кредиту, тем самым вводя в заблуждение руководство банка. По окончании расследования Мкрчану предъявили обвинение в хищении 85 млрд. рублей при реализации контракта с ВЭБом. Акционер Индустриального союза Донбасса Сергей Тарута рассказывал украинским СМИ, что его партнер обвинялся в растрате средств, предоставленных государственными банками. По его информации, речь шла о средствах Внешекономбанка, которые использовались для развития АИСТ и предприятий, которыми Мкрчан владеет в России. Корпорация АИСТ была основана в 1995 году. В ее состав входят Алчевский медкомбинат, Днепровский медкомбинат, Медкомбинат Даналфа и ИСТ Хютач Стакуа. Контрольный пакет акций АИСТ принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций АИСТ являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкрчан. Больше важных новостей в Телеграм канале Лента Дня. Подписывайтесь.